идет дождь вывесилась идет дочь у нас я вот не с прицепа опустил максимально тут задрал и так все опустил и сейчас получается у нас вся водичка прицепа сливается почему потому что посмотрите сколько воды льется это вода замерзнет а сейчас мы все опустили сливаем воду с прицепа потому что это все замерзнет смотрите как низко машинка постоит поработает там не поработать ее можно так и оставить он забрал даже ось вывесилась хотя у меня не подъемная просто уже амортизаторы не дают ей надо воздух подушек спустить не были в таком напряжении и спереди вот максимально вниз опустил подушки то есть машина вот стоит клином если видно спереди стекает вода и сзади стекает потому что реально это все замерзнет если этого не делать тогда будет проблема это все потом кому-то на крышу прилетит а смотрите какая высота насколько мы поднялись уже сухо дождя нету еще даже отсюда идут суши так вода льется он только воды стоим и под углом посмотрите все то есть по возможности мы себя обезопасили чтобы наши крыши кому-нибудь не прилетела на голову как говорится убираю машину делаю уборку начинается запуск полиция едет по ряду будет спящих всех уже да говорит проверяет спим не спим если не спим то уже но проезжает мимо кто за шторе на тех будет еще ну начинается запуск так время 7 часов 2 минуты по польше по европейскому времени стоял я сорок один час паузы все начинаем работать понедельник чё у нас 18 до понедельник 18 января завтра крещение у православных за ребят буду заезжать там покажу как дороги оплатить и все такое прошел час как я открыл смену в этот час я проехал сколько метров 500 600 терминала забит походу у нас не запускают так пару машин продвижка бывает все вот уже и левый ряд который идет транзит ну т-1 т-2 тоже стоит что там под забили все так что пока терминал не освободиться мы туда не заедем до выгрузки мне 45 километров так далеко по обратки еще не знаем что будет будем выезжать и назад германию или швейцарии что-то так ожидаем ожидаем так очередной раз продвигаемся все ближе к заезду что-то у них не знаю случилось наверно потому что он даже левый ряд этот транзит который который оформляется на там на окошках на швакбаумах тоже стоит у вас сверху есть тоже информационная показывает что крайний правый который мы движемся верзолюнг это таможня левее показывает транзит т-1 т-2 и лир стой а крайний левый дан так очень мало мы продвинулись за два часа мы еще не заехали в терминал чё разочек до большие паузы по полчаса стоим пока въезд вот сверху это информационное табло которое обозначает ряды движения транзит что-то вообще заблокированный стоит тоже непонятно чего очень много машин вот сверху опять такой же дублер табличка и уже светофоры горят то есть два красных горит а ты куда часть машин запустили и опять останавливаемся кстати по поводу въезда в швейцарию посоветую порекомендую с лобового стекла вот эти вот котиков медвежат у кого что есть планшеты вот большие эти десятки которые 10 дюймов рекомендую снять потому что есть возможность попасть на контроль то есть они не любят когда вот лобовое чем-то завешено заставлено и даже были случаи когда вот этот полка стоит и за нее сводили на контроль и даже выписывали штраф вот ну у меня бортовые в принципе бортовые куда они пусть висят все лишнее убрал вот ждем дальше по чуть-чуть продвигаемся вот главное сегодня растаможиться поехать выкрутиться ну и получить задание следующее куда-то переехать так вот еще пару машин запускают транзит стоит еще транзит стоит непонятно сейчас уже 9 часов 20 минут уже терминала кто оформлялся через агенции паркинг скорее всего освобождается и уже для нас места есть подъезд проедут я или красные на мне загорится я еще еду все хорошо пристегнем на всякий случай а то сейчас полиция будет стоять на въезде так, за мной еще машины поехали так, поехал, правда и вот здесь получается два съезда самый крайний правый это будет на транзит и на пустые Т1, Т2 а вот мы заезжаем следующим рядом вот этот крайний правый на транзит мы заезжаем сюда на экспорт сейчас тут будет стоять регулировщик он регулирует куда ставить машины в какие ряды где есть свободные места и на транзит вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь И дальше тоже стоит, показывает, на какое парковочное место съезжать. Мое это место. Все. Берем документы и идем оформляться в агенцию. Записываем спидометр. Рассмотрите, у меня 940 последнее, то есть 941 пишем, потому что у меня 800 метров показывает последних. И в любом случае, пока я доеду, тахограф перелеснет и получится 941 километр. Они могут на выезде дать камеру, посмотреть, достоверно ли я вписал данные. В парковке идем оформляться. Вот впереди здание, где находятся агенции. Беларусь. Вот, по пути к этому зданию стоят терминалы для оплаты дорог. Вот тут туалеты. Правда, они такие обычно грязные, но сейчас уборка происходит с Керхером. Чувак там моет все, убирает. Вот, а там выезд. Шварбаумы. Уже после оформления подъезжаем туда. Отдаем таможенные документы. После оформления таможня. Но сразу поправляемся в экспедиции. После экспедиции идем в таможню. И потом уже на выезд. Вот. Берем тикет для оплаты дорог. Кредит. И идем в агенцию. Вот, тикеты здесь выдаются. Для этого нужна карточка швейцарская для оплаты дорог. Если ее нету, тогда ее берем в таможне. Вставляем карту для оплаты дорог. На экране загружается информация по нашей машине. Мы ее подтверждаем. После чего вписываем наш спидометр. Последний. После чего все дело подтверждаем. Подтверждаем, что мы едем с прицепом. И также подтверждаем, что у нас состав 40 тонн и больше. Теперь у нас вся информация выводится на экран. Все подтверждаем. Достает карту для оплаты. И вставляем топливную, ну, ДКВ, там, Е100, кто чем оплачивает. Вот, выбираем топливная карта. Все, тыкаю в этот экран, а надо на клавиатуре. Уже давно не был. Вот, ставили карту ДКВ. Он еще раз проверяет все наши данные. Подтверждаем. Забираем карту ДКВ. И сейчас выйдет тикет с нашей всей информацией. Вот, все, забираем тикет. И можно идти оформляться. Все, мы оформились в агенции. Сходили в таможню немецкую. Тоже оформились. На выезде показываем этот оформленный EX или что там в таможне. Таможник ставит печать. И с этой бумагой едем на выезд. Они проверяют, что я оформленный. И меня выпускают. У меня остается вот этот тикет для оплаты дорог. На обратном пути я в него впишу километраж. И на выезде сдам. Так, все, поехали. Все, мы в Швейцарии. Отдыхает. Так, ну, по Швейцарии с включенным светом. Движение грузовиков с 10 вечера до 5 утра запрещено. В воскресенье вообще запрет. Закрыто Швейцария. Так что 45 километров до выгрузки Сверх очищает Ремонт. Ремонт моста. Ремонт мост. Продолжение следует... 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 загрузишься и есть возможность не успеть оформиться в экспедиции, зависнуть на выходные, это проблема. А если в начале недели, вторник, среда загрузиться, спокойно оформиться в агенции, то есть проблем практически никаких нет, непрактических их и нет. Вот, вижу свет в конце туннеля. Я с Франции, с Франции говорю, со Швейцарии, один раз только грузился, там груз был на Россию, а так либо уезжал на Францию, либо уезжал назад, возвращался на Германию. Навигатор ругается, и подвижение запрещено грузовикам, кроме доставок. Ну, знаков по мостам никаких нету, вроде бы широко. Ну, впереди несколько колец, то есть, соответственно, на кольце я всегда смогу развернуться. Ну, вон слева промзона какая-то. Нам на нее и надо, я думаю, что другой дороги здесь нет. Там табличка под знаком висит, скорее всего, это кроме доставок запрет. Ну, и, наверное, оттуда можно было, потому что, вон, приезд на автобан опять показывает, что есть через лево. Уже знака нету. Кстати, даже не посмотрел, как фирма называется. Сюда я еду. Мигрос, Мигрос. Окей. Мигрос значит Мигрос. Так, мне надо прямо, оттуда грузовик идет, все нормально. Да, оттуда идут грузовики. Используйте, да, вон, съезд. Используйте, да, вон, съезд. Оттуда здесь, да, вон, по-моему. Так, ну и практически... Так, тут не было съезда с автобана, получается. Низко, ну, хорошо. Да. А вот и Стелла Мигрос. Все. Добрались мы до выгрузки. Все хорошо. Так. Так. Одеваем маску и идем на... И рампа номер 28. Двадцать восемь. 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 А, мне надо встать на парковку, а потом пойти в бюро 28-е... Продолжение следует... 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 Ну и всё, едем на парковку, а здесь надо останавливаться, не? Да, да. Это таможенная стоянка, досмотровая, таможенная, а дальше у нас будет обычная, большая, только мне интересно, здесь переход есть на ту сторону или нет, там у нас с левой стороны на переходе Lidl магазин, а с этой стороны магазина наверно нету, а можно ли ходить или туда или нет, наверно, ах, полиция. Сверли, поляка на контроль. Да, мы на парковку, хватит нам. В елочку встать или нет? Встанем в елочку, может быть там Wi-Fi будет тянуть, ближе к заправке. Встали. станем напротив заправки как бы уже интернет и так сам по себе будет потому что мы уже тут будем опять немецкой сети но учитывая что спереди вот заправка у нас может быть интернет бесплатно а у нас все любят халявку правда так слева рф конечно стоит литва но ничего страшного